В начале совещания Александр Богомаз сообщил, что на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Брянской области вновь утвержден Сергей Рондиков. Его кандидатуру согласовали с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. В соответствии с законом Брянской области об уполномоченном по защите прав предпринимателей Брянской области после назначения на должность уполномоченный приносит присягу. Предлагаю приступить к процедуре принесения присяги. Клянусь защищать права, законные интересы предпринимателей Брянской области. Честно и добросовестно исполнять обязанности, уполномоченного по защите прав предпринимателей Брянской области. Соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы. Устав Брянской области и закон Брянской области. Основной опрос повестки дня – это материальная поддержка семей с детьми в Брянской области в 2023 году. Финансовое обеспечение проекта в прошлом году составило 934 миллиона 140 тысяч рублей. В том числе по источникам финансирования 501 миллион 480 тысяч из средств федерального бюджета, 331 миллион 90 тысяч рублей из средств областного бюджета и средства бюджета фонда обязательного медицинского страхования составили 101 миллион 580 тысяч рублей. На поддержку семьи, материнства и детства в Брянской области направлены несколько ежемесячных и единовременных выплат и пособий. Их размер периодически индексируется. Действует программа экстракорпорального оплодотворения и лечения бесплодия. Это происходит за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. За прошлый год выполнено 943 процедуры эко-семьям, страдающим бесплодие. В результате родилось 263 ребенка. Ощутимая мера поддержки – областной материнский капитал. Его в регионе выплачивают с 2012 года. За это время его получили более 18 тысяч семей. В прошедшем году выдано 1812 сертификатов на областной маткапитал. Распорядились средствами 1377 семей на общую сумму 199 миллионов рублей, которые были предоставлены из областного бюджета. С 1 января 2020 года размер областного материнского капитала составляет 200 тысяч рублей. Стоит отметить, что на Брянщине, наряду с немногими другими регионами, сумма увеличивается в зависимости от количества одновременно рожденных детей. При одновременном рождении двух детей, один из которых является третьим или последующим в семье по числу рожденных матерью, маткапитал составляет 400 тысяч рублей. А при одновременном рождении тройни его величина составляет 1 миллион 200 тысяч рублей. 65 процентов семей направили средства на улучшение жилищных условий, 23 процента на текущий ремонт жилых помещений, 12 процентов на образование детей. Возможности использования областного капитала шире, чем федерального. Его можно потратить на проведение капитального или текущего ремонта жилья, на улучшение бытовых условий проживания. С января 2022 года на территории Брянской области областной маткапитал выплачивается на каждого ребенка, начиная с третьего. То есть и на четвертого, и на пятого. Таким образом, каждая многодетная семья теперь имеет возможность получения областного материнского капитала не единожды. Принимаемые меры приносят свои результаты. Количество многодетных семей в регионе постоянно растет. У нас за 10 лет выросло многодетных семей с 8 тысяч до 14 с лишним тысяч семей. То есть на 6 тысяч выросло количество многодетных семей. Это те, которые уже приходят с многодетных, другие приходят. Так что меры поддержки, которые рассказала Калина Георгиевна, они весомые, они значимые. И позволяют сегодня именно семьям, с многодетными семей поправить свое финансовое положение. В этом году на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено без малого 900 миллионов рублей. Александр Новиков, Дмитрий Матеров, Александр Власов, Брянск.